всем привет мы снова в студии передачи дигитарг и сегодня мы поговорим о том каково девушкам оказаться в мире технологий у меня в гостях амина и луиза здравствуйте девушки амина луиза вы учитесь в одной школе до что это за школами мы учимся в частной гимназии сакова в девятом классе здорово то есть в прошлом году когда вы приняли участие в пилотном проекте теле the girls такая неделя технологии для девочек вы были еще в восьмом классе как вы себя чувствовали там луиза чувствовали ты что ты слишком юная для этого проекта нет на самом деле я была готова и уже сразу когда узнала про этот проект я поняла что хочу туда пойти и мне сразу это показалось очень необычные интересные идеи поэтому я сразу сюда пошла и чувствовала себя очень хорошо так как все девочки которые были на этом проекте также были очень дружелюбные и никогда не возникало каких-то конфликтов скажи пожалуйста а в школе твои любимые предметы сразу почувствовал интерес потому что тебе нравится математика и реальные предметы нет на самом деле я наоборот люблю больше гуманитарные а это было просто потому что меня очень заинтересовала такой курс там был связанные с монтажом видео и это меня очень привлекло а ты амина чем увлекаешься в школе что тебе больше нравится мне больше нравится иностранные языки потому что знаю то что не буду учиться но буду учиться за границей вот и поэтому больше мне нравится именно языки учить какое мнение о технологиях у тебя было на тот момент когда ты услышала и решила принять участие считала ли ты возможным выбрать какую-то профессию с этим связанным на самом деле нет так как у нас предмет информатика и то есть у меня не очень хорошо складывалась но все равно сюда я пришла потому что мне было интересно попробовать что-то новое может быть здесь у меня получится что-то но мы так или иначе все связаны с технологиями все пользуемся компьютерами смартфонами кто-то ведет видеоблоги не знаю вы ведете но монтаж видео все-таки оказался интересным а что для тебя было самым интересным программе интересным не было послушать когда к нам приходила самая молодая миллионерша было интересно послушать как она добилась этого и как проходит ее жизнь а может быть самое сложное луиза ты могла бы сказать может быть пару слов ты принимал участие только в мастерской по монтажу видео или было где-то еще я бы в мастерской по монтажу и еще по дизайну тоже но мне очень понравилась мастерская по монтажу так как мы делали свой ролик это было очень интересно я ожидала больше чего-то такого теоретического что нам будет рассказывать но совсем не ожидала что нам дадут в руки камеру и мы действительно сами что-то сможем вот сделать это было очень интересно я даже не знаю что может быть по тяжелого или такого все как-то шло очень хорошо и гладко а вот ты говоришь что у тебя на информатике не очень складывалось а как у тебя сложилось на проекте в начале мне было сложно как бы включиться в работу но потом стало легче и как-то сложно я знаю что было из-за языка именно потому что переключиться с русского на эстонский и сказалось немножечко чтобы хотелось больше поддержки на русском языке для наших зрителей я хочу отметить что все мероприятия теле the girls проводятся на эстонском с поддержкой русского языка и поэтому не нужно бояться нужно просто дать знать о том что вам нужна языковая помощь хочу еще спросить вас о том ну вот мая вы были на следующем мероприятии на таком дне вдохновения который проводился уже для выпускниц теле the girls а если такой же проект пройдет вскоре приняли ли бы вы в нем участие обязательно тоже выбрали ли бы вы такие же темы или начали смотреть уже в другую сторону и шире я думаю я выбрала что-то похожее потому что я точно определилась что мне нравится такая профессия как продюсер и вот как раз в этом году к нам приходила карен и я до сих пор общаюсь с ней мы переписывались она мне советовала какие-то университеты мы ездили в англию действительно это смотрели то есть это за ее история она меня очень сильно вдохновила и действительно мне помогла поэтому если было бы что-то похожее я обязательно пришла бы но если будет что-то другое то я тоже попробую потому что возможно это мне понравится еще больше спасибо амина у меня такой вопрос ты же наверняка имела какое-то представление о том что такое и ты что там наверное сидят какие-нибудь такие бородатые программисты которые едят пиццу запивают в лучшем случае кока-колы и в худшем еще чем-нибудь покрепче как-то у тебя изменилось это впечатление до изменилось ну и сейчас я считаю что и женщины тоже могут этим заниматься то есть от человека зависит хочет он этим заниматься или нет неважно какой пол если бы я каждую из вас спросила очень коротко почему девушкам стоило бы принять участие в таком мероприятии чтобы вы мне ответили что луиза бы ты сказала но я думаю что первое и самое главное это то что в основном в повседневной жизни мы этим не занимаемся это то что мы можем сделать выступив из зоны комфорта а это всегда очень важно для человека потом обязательно ты заводишь новые знакомства на этом проекте я познакомилась с несколькими новыми людьми с которыми до сих пор поддерживаю связь ну я думаю конечно это просто новый опыт он всегда очень важен я соглашусь с луизой что это да новый опыт вы можете попробовать что-то новое и как бы ты не знаешь понравится теперь ты или нет но не попробуешь не узнаешь это точно спасибо вам большое а я хочу пригласить все что на всех наших телезрителей следить за информацией на интернет-сайте посвященном мероприятием теле тэггерлс обязательно приходите к нам будет интересно